Всем привет! Сегодня у нас будет необычный ролик, нетипичный, но, наверное, больше он будет философский именно, потому что к предпоседнему ролику, где фигурировала гитара, пришло очень много комментариев и даже в личку писали. Сейчас давайте я вкратце расскажу вообще, зачем, какая основная идея вообще у этой гитары, потому что я особо не умею играть, и у меня нет ни слуха, ни голоса, ничего, но все-таки, глядя на текущую обстановку, я решил, что, наверное, это уже даже больше необходимость, нежели какое-то развлечение. Изначально получилось так, что когда еще Ева была маленькая, в детстве я пел какие-то простые песни, там, Журавлей, например, уже, понятно, с музыкой, с аккордами, и у нее получалось так, что она очень легко схватывала эти песни, ну, как сказать, 10 раз споешь, и все, и целая песня уже выучена наизусть. И потом мне почему-то пришло в голову, почему бы какие-то, есть масса вообще замечательных, шикарных стихов, которые можно было бы так же легко петь, и это все откладывалось бы в подкорку, туда записывалось, потому что если этого не делать, то есть большая вероятность, что это сделает кто-нибудь за нас. Типа, не дай бог, это будет какой-нибудь Моргенштерн или еще хлеще, чем он, потому что все дело и к тому идет, что это все примитивизируется и становится все пошлее, тупее, и дальше, я думаю, что будет только хуже. Поэтому, когда уже в будущем чаша весов будет склоняться при принятии каких-либо решений в пользу этого образа жизни или другого, то возможно, что то, что мы с вами будем делать в детстве, оно как-то повлияет и не даст сгинуть в пучине современности уже взрослому человеку. Поэтому лучше, наверное, это все делать с детства. Ну вот, и я решил, что если уж так легко запоминаются стихи в песнях, потому что буквально, ну, несколько дней и все, и большой-большой стих готов. Вот это тоже самое болит, это был первый вообще стих, который Евочка выучила. Она его целиком вообще выучила, гигантский этот отрывок получается, только лишь благодаря вот этой песенке. Ну и плюс я начал перекладывать другие и выяснилось, что достаточно всего три аккорда. Не надо ни обладать никаким слухом, ни голосом, ни вокальными данными, ведь это все для другого делается, и цель у этого другая, именно чисто прикладная. То есть не надо никого поражать своими какими-то талантами, и любой хороший, шикарный стих можно сыграть. Понятное дело, что не только на этих трех аккордов, но я пока не подобрал другие, но я думаю, что многие из вас смогут это сделать самостоятельно, если гитара вообще на самом деле самая дешевая, стоят там копейки какие-то, а пользы от нее будет очень-очень много. Поэтому вот в этом и скрывалась, собственно, основная эта цель, которую я преследовал. И если будет интересно, после того, как я сейчас поделюсь с вами еще одной песенкой, именно опять же на тех же самых аккордах, причем замечательный стих, это «Крестьянские дети», поэма «Кусок большой», который мы все учим в школе, но он очень примечательный, и смысл этого всего произведения, оно вообще доходит только в большом возрасте, и вот поэтому, чтобы уже с юности там на подкорке что-то записалось, с молодости, лучше, наверное, сразу начинать. Плюс много есть стихов, те же самые «Белые снеги», они также прекрасно играются, только немножко другим перебором. Это вообще шикарнейший стих, великолепный, его тоже можно сыграть, если захотите, я потом в будущем сыграю. Ну и плюс у меня такая коллекция есть, именно песенок детских всяких, которые очень просто играются на гитаре, там, понятное дело, может быть, дополнительные еще аккорды придется выучить, но если будет интересно, я поделюсь всей этой коллекцией этих песен. Ну а сегодня давайте про «Крестьянских детей» я спою, и, возможно, кому-то это пригодится. Точнее, я не спою, я петь не умею, но продемонстрирую, как вообще это можно выучить, потому что дети, они не такие притязательные, как мы. Сейчас мы уже развращены вот этим всем гениальностью всех этих исполнителей и компьютерной обработкой, которая вытягивает любые голоса, все, что ухочешь, вытягивает любое отсутствие слуха, и все можно вытянуть на компьютере. И, понятное дело, что оно сделает идеальное то, что нас развращает, потому что любое идеальное, вот как с внешностью пытаются все как-то модифицировать свою внешность, и вот это вот восприятие, оно смещается в сторону ненатуральных образов, и потом уже людям тяжелее воспринимать все, что у них происходит вокруг. Так же и с музыкой. Это все смещается в сторону вытягивания, улучшения, уменьшения шумов, изменения тембров голоса, что только там не делают, это все доделывают. И, понятное дело, что мы уже не можем воспринимать обычные человеческие какие-то голоса, как хорошие. А для детей, у детей пока этого всего нет, и я вижу по-своему, что, по своей Еве, что это не особо важно. Важно то, что вы вкладываете в это, важно ваши эмоции, важно для чего вы это делаете, важно, что вы проводите время вместе в этот момент, и важно, что это всем нравится, и это как-то сближает и укрепляет вообще семейные любые ценности. Плюс еще, конечно, надо выбирать стихи, которые несут в себе смысловую нагрузку. Это, как правило, почти все стихи, несовременные. Я не знаю, с современным я не знакомился, пару раз было, но, честно говоря, не впечатлили, поэтому иногда какие-то выбираются стихи, и получается, что они действительно очень хорошие и очень глубокие. В общем, давайте сейчас приступим, попробую что-нибудь вам наиграть. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в голову лошадка везущая, хмуро стос. И шествуя важно, в спокойствии чинном лошадку ведет потусцы мужичок. В больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище, ступай тебе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки из лесу вестима? Отец, слышишь, Рубин? А я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что у отца-то? Большая семья? Семья-то большая. Да два человека. Всего мужиков в ней. Отец мой, да я. Так вот оно что. А как звать тебя? Власом. А кой тебе ходит? Шестой миновал. Ну, мертвая, крикнул малюточка басом. Рванул под усы и быстрей зашагал. На эту картину так солнце светило. Ребенок был так умолительно мал. Как будто все это картонное было. Как будто бы в детский театр я попал. Но мальчик был мальчик, живой и настоящий. И дом, и хорост, и бегалький конь. И снег до окошек в деревне лежащей. И синие солнце, а водный огонь. Все-все настоящее русское было. С клевом нелетивой, мертвящей зимы. Все то, что душе так мучительно мило. Что русские месли стеляет кулы. Так играйте же, дети, растите на воле. На то вам и красное детство дано. Чтоб вечно любить это русское поле. Чтоб вечно вам мило казалось оно. Храните свое вековое наследство. Любите свой хлеб трудовой. И пусть обаяние поэзии детства Проводит вас в недра землицы родной. Ну, в общем, на этом все. Получилось так, как получилось. У меня занемели пальцы, закостенели. На самом деле все определяется только вашим воображением. Можно играть абсолютно в любой манере. И эта песня очень хорошо звучит и в такой дворовой манере. Она же про крестьянских детей. Так что можно... Ну, вот этот еще, это лирический кусок. А вот дальше там есть то, что можно играть уже так, по-серьезному кепочку надеть. Так что, ладно. На этом все. Пожалуй, мне сейчас опять надо будет отъехать. Видимо, уже до конца дня опять. И потом буду доделывать шабашки. В общем, ладно. Ну, я думаю, что еще увидимся. Если, конечно, вы захотите. Если кому-то будет интересно, то я могу скинуть. Там некоторые тексты, некоторых стихов. Например, как Айболит. Немножко там, понятно, надо было переделать. Вырезать какие-то лишние куски. Немножко их расставить в нужном порядке. Потому что они не ложатся. Там они такие довольно... Вставки есть всяких разных. Но они несущественные. И в целом, немножко там переделать. И уже можно что-то изобразить полезное и действительно интересное для детей. А не то, что может предложить сейчас современное радио и телевидение. И в том числе на Ютубе. В общем, да. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok